Ну, решить должности президента есть определенные законы и положения. Революция, ну, как термина или события, никогда в мире не существовала. Это образ, философское определение. Поэтому как можно отрешить должность президента, посмотрите законы этой страны. К сожалению, вот надо их или выполнять, или издавать новый закон. Поэтому, если вы хотите каких-то изменений, вам надо войти в состав законодательного органа и предложить изменения законов, поправки к законам, новые законы, отмены старых. И тогда будут происходить какие-то изменения в этой стране. А понятие абстрактной революции, ну, это, знаете, ну, это поэзия, это образы. Государство все-таки управляется через процедурные формальности, нравится это или нет, это государство уже сформировано. Если когда-то, 17-го по январь, 18-го, на пустом месте создавалось новое государство, это было на пустом месте, потому что царь-батюшка уволился с работы. И этим парализовало государственный совет, большой совет кабинет министров, малый кабинет министров. И надо было что-то решать в стране. Ну, и с марта проходит первый учредительный крестьянский съезд. Дальше эти съезды завершают свою работу в декабре-январе. И создается государство РСРД, 18 министерств, которые выполняют испорядительную функцию. Вот примерно так это происходило в тот период. Ну, тогда это было пустое место. Вообще пустое место. А сейчас, когда структура, ну, так или иначе, законодательно-исполнительная сложилась, как вы себя представляете, ну, главное другое. А что в этой персоне, как президент Путин, есть такого, чтобы его надо что-то свергать или нет? Кто из вас может привести хотя бы что-то, ну, какой-то законодательный акт, который можно поставить, ну, вину, обвинение вот этой персоне? Ну, как? Он, так сказать, производит геноцид. Ну, процедур на порядке. Расскажите мне какой-нибудь указ или распоряжение, которым можно, ну, как бы прикрепить этот титул. Я, кстати, вот, Даймонд, подскажи, пожалуйста, какой указ дал Путин, чтобы, так сказать, вот, чтобы ухудшило бы жизнь россиян? Ну, например, если вы хотите кого-то обвинить, то есть, если обвинить какую-то государственную персону, это можно только изучив последствия какого-то закона или распоряжения, которое он подписал, обладая правом первой пописи. А так как у нас закон утверждает все-таки Государственная Дума, то законы есть на Государственной Думе. Ну, по инициативе, скажем, этой персоне. Вот установили пенсию 7-10 тысяч, которой на еду даже не хватает. Вот это и есть уже факт. А какое отношение к президенту Путину имеет в формировании пенсионного фонда? Никакого, ребят. Вы знаете, как формируется вообще-то пенсионный фонд? Это еще придумал великий, так сказать, преобразователь Пауэлл. Пенсионный фонд формируется из вашей зарплаты. Вы думаете, что пенсионный фонд это отдельный накопление? Это было в СССР. В СССР было единое государство, единое в бюджете. А сейчас все очень просто. Все, которые мантули, ну, назовем их и шокеров, с их зарплаты выдираются вначале 13% налог на физическое лицо, дальше 2%, в которых 17% входит в единый социальный налог. Дальше еще человек оплачивает 7% медицины и 3%, все не ошибаюсь, страхования. Это все автоматически снимается с зарплаты вот этого и шокеров. Путин еще. Это министерство финансов. Это так создало. Министерство финансов, гражданские, ну, министерство, которыми руководит премьер-министр. Президент руководит, ну, так называемые, министерство обороны, министерство внутренних дел, какая-то там федеральные службы, ну, исполнить наказание, там, какая-то разведка, какая-то дурацкая армия, какой-то дурацкая система службы безопасности. Вот эта структура, которую я бы назвал «Зорг», это просто потребитель общего сбора налогов. Но они на нашу жизнь не играют никакой роль. Что они могут сделать? Ничего по статусу. Еще какие претензии к президенту. Учтите, я не испытываю никаких потребностей любить этого человека. Я могу сказать самое главное преступление, которое совершил он очень недавно. Но я просто хочу, чтобы вы кто-нибудь из вас назвал. Чтобы потихоньку превращайте в социально значимых личностей. Если вы предъявляете претензии, хотите что-то менять. Разрешил войну с Украиной. Ну, извините меня, никакой войны не существует, это образ. Давайте это сразу выкинем на помочь. Военное положение не объявлено. Он, понимаете, Крым отнял. Он отнял Крым у Украины, понимаете? Крым он забрал. Крым чей? Знаете, Крым чей? Он по статусу не может сделать. Президент не может по статусу что-то отнять. Отнять можно в результате военных действий. Военных действий не было произведено. Мобилизация не была объявлена. Если я не ошибаюсь, если я из ума не выжил, в Крыму проходил референдум. Этот референдум вынес свое решение. В процессе референдума там находились сотни иностранных наблюдательных, из пандетов, которые подтвердили свободные воли заявления этого народа. Причем не с Путин. Обращайтесь к народу. Вот это у полуострова. Потом, как он отнял у кого? Сама по себе Украина. Условное существование, которое с 18-го года никто не определил ее территорию. Референдум же надо было проводить тогда и в России, и в Украине, не только в Крыму. Подождите, это ваша версия. Начнем с инициативы этого населения, которое живет на этом полуострове. Может быть, россияне против присоединения Крыма были? Подождите, ну, вам никто не мешает сейчас в вашем распоряжении сеть. Вы сейчас единственные люди за всю историю человечества, которые могут мгновенно организовать опрос. Вы понимаете, что вам это просто сделать? Любое преобразование... Если, например, если завтра Северная Корея решит присоединиться к России, она что, присоединится? Если она решит вопрос, то она решит этот вопрос и может вынести положительный, отрицательный вопрос. Дальше начнется процедурные формальности для того, чтобы сделать запрос в это государство, которое примет решение, принять или не принять. Дальше начнется завтра, следующий уже вариант. Еще раз говорю. Попытайтесь мыслить, как говорится, в рамках европейского мышления. Все определяет процедурные формальности. Можно эмоционально определять какие-то действия, но реально... Ну так же, как вот развязать войну с Украиной. Ну что, идет бомбежка, взлетели в воздух бомбардировщики. Конечно, идет бомбежка. Ну хватит врать. Хватит врать. Сколько тебе заплатили, что ты здесь о сказке рассказываешь? Ты маму свою в жопу ебать не пробовал, козел? Я твой маме пизду ебал. Пшел нахуй отсюда, собака, блядь. Ты пошел, блядь, нахуй, козел недоебаный. Я твой маме пизду ебал. Хуеплет, деса, пиздец, деса. Я твой маме все ебал, пиздобол. Пошел нахуй отсюда, хуеплет. Скажи, ты своей маме рассказывай, блядь, нахуй, овцы. Пошел нахуй, твоя мама ебал. Это человек из Греции? Ты потохнешь, как ты дарался. Пошел нахуй, твоей маме пизду ебал. Хуеплет, пиздобол. Кому ты сказке рассказываешь, твоей маме ебал? Кому ты сказке пиздобол рассказываешь? Пошел нахуй отсюда, шани дедамов тхан. Я твой маме посту ебал, блогрешвило. Твой маме пизду ебал, твой маме рот ебал. Ребята, это все, что вы строите в этом мире? Я твой маме все ебал. Он из Греции, понимаете? Он не россиянин даже. Он такой же из Греции, как и есть... Ты из Греции, как и есть... Ты из Греции, как и есть... Ты из Греции, как и есть... Пошел нахуй, Жени Деда, деда, шрифник, хан. Ты не все, что боишься, покажи! Покажи, твой молдый, бурзилка! Твой мама ебал, твой мама ебал. Пошел... Я мудхан, на бузвару, твой маме все ебал на бузвару, твой маме все ебал, я твой маме все ебал, рот ебал твой маме, твой маме кончал рот, твой маме рот кончал, 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 твой маме все ебал на бузвар, кого ты наебаешь? Ты хуй блёд, твой с нами пизду ебал. Ты не мужчина. Люсей убивают, а этот хуй блёд выходит в сказки на сказки. Я твой с нами пизду ебал. Нахуй пошёл. Тоси хуй дохлого татарина. Нахуй пошёл. Ты понял, что я тебе не спасён нахуй отсюда. Не на спице, спать не на ющей. Сохрани запись. Следователь, выключи запись. Сохрани.